Бонжорно, дамы и господа, и сегодняшнее видео будет полезно всем ребятам, кто совершает сделки внутри дня, и будет оно посвящено очень полезной функции и так называемой фишке, которая есть в TradingView. Она бесплатная, и давайте посмотрим, о чем же я сегодня буду говорить. Итак, друзья, переходим на график, неважно какой инструмент, какая монета. Данная функция, о которой я говорю, находится в разделе «Инструменты для измерения и прогнозирования». Нажимаем на сюда, и есть вот два таких элемента – длинная позиция и короткая позиция. Смотрите, например, мы находимся в какой-то точке графика, которая вас удовлетворяет, и вы хотите открыть, скажем, лонг. Вы нажимаете длинную позицию, нажимаете в точку графика, у вас открывается всем известное вот такое вот поле со стоп-лоссом и прибылью. Вы говорите, что, допустим, я хочу поставить свой стоп за границу данного лоя, а стоп тянуть, а прибыль хочу тянуть сюда, чтобы соотношение было 3,5 к 1. Но в чем есть одна большая удобная функция данного расчета? Если мы два раза нажмем сюда, мы видим, что у вас появляется вот такое поле, и если мы введем здесь размер счета, выводим сюда размер счета, здесь, ну, скажем, там, 10 тысяч долларов, это ваш торговый депозит. И мы вводим сюда процент риска, который вы можете себе позволить, вы можете это ввести в долларах, сколько вы готовы терять в долларах, ну, я считаю, что в процентах удобнее, адекватно это где-то 1-2% на сделку. Мы нажимаем ОК, и смотрите, в чем главная функция, что если мы свой стоп, скажем, готовы вот сюда протянуть, да, с запасом, вот здесь есть такое поле, где написано количество, и стоит 483. Если мы еще потянем, видим, что оно уменьшится, если потянем выше, будет увеличиваться. Это значит, что исходя из того, где будет наш стоп-лосс, автоматически высчитывается необходимое количество монет, чтобы зайти в сделку для того, чтобы как раз убыток был ровно 1% от депозита. То есть, например, если мы поставим свой стоп-лосс вот здесь, и он составит в данной сделке 2,24, то если мы зайдем на 469 монет в лонг, и с работой стоп, мы потеряем не 2%, а 1% от депозита. То есть, здесь автоматически будет меньшее количество денег для того, чтобы общий убыток сохранялся. Поэтому это очень удобно рассчитывать. Вы просто настраиваете удобно, где ваши границы стоп-лоссов и тейк-профитов, и система автоматически будет говорить вам необходимое количество монет для того, чтобы убыток у вас всегда был фиксирован и составлял ровно столько, сколько вы зададите. Ну и точно так же, если мы откроем, скажем, короткую позицию, скажем, мы хотим открываться вот от этой зоны, мы хотим, чтобы стоп у нас был где-то здесь, оттянуть здесь. Дважды щелкаем, 10 тысяч долларов. Допустим, мы хотим, чтобы у нас был не 1%, а 2% мы готовы терять от всего нашего депозита. Нажимаем ОК и видим, что если у нас будет вот такой вот стоп на 1,5%, нам надо заходить на 1265 монет, и тогда убыток, если у нас здесь выбит по стопу, будет ровно 2% от нашего депозита. Надеюсь, данная фишка будет полезна, потому что многие не знают о том, это бесплатно, это все в TradingView, и лично мне это действительно очень помогает, я пользуюсь этим реально каждый день. Ну что ж, друзья, спасибо всем за внимание, удачной всем торговли, до новых встреч и пока!